В Сочи сохраняется особый режим пожароопасности. Инспекция с воздуха показала, где следует быть особо бдительными. Золотая землячка. В Сочи торжественно встретили олимпийскую чемпионку Рио Елену Веснину. В Сочи на ремонт дорог направят 235 миллионов. Какие улицы обновят в первую очередь? Сочинский симфонический оркестр готовится к новому сезону. Впереди немало сюрпризов, а начнут с Шостаковича. Увеличить долю кубанских продуктов в крупных магазинах Край к 2017 году. Такую задачу перед сельхозпроизводителями региона и ретейлерами поставил Вениамин Кондратьев. Глава региона посетил несколько торговых сетей в Краснодаре, а после встретился с ведущими поставщиками и руководителями гипермаркетов. Подробнее наши краснодарские коллеги. В торговых сетях Краснодара с утра посетителей немного. Можно спокойно выбрать и купить все необходимое. Ассортимент на любой вкус, цену и производителя. Однако кубанских продуктов на прилавках сегодня меньше половины. С такой позицией Вениамин Кондратьев не согласен. У жителей региона должна быть возможность покупать местные товары. Чтобы проверить, какое место занимает продукция собственного производства, губернатор отправился в сетевые магазины. Мы не делаем политику. Мы делаем экономику и возможность жителям края и горожанам покупать ту продукцию, которая растет в этом крае. Они ее вокруг себя везде видят, но, к сожалению, на полках магазинов увидеть не могут. Ну, ни больше, ни меньше. Это дать возможность жителям есть качественную, жителям региона, жителям города, качественную продукцию, выращенную в этом крае, в котором они живут. Все кубанские товары под зеленой этикеткой. Это как отличительный знак рассказывают главе региона. В ассортименте молочная продукция, овощи и фрукты. А вот отыскать от кубанского производителя куриные яйца и мясо птицы не так уж и просто. Их доля в магазинах края не превышает 30%. Продукцию завозят из соседних регионов и средней полосы России. Нас беспокоит ситуация по курице, нас беспокоит ситуация по яйцу, где доля краснодарских производителей меньше. Если есть отдельные сектора, где все великолепно, то вот в этих двух секторах есть проблема с ценой. Вам должно быть выгодно, но и наши сельхозтоваропроизводители должны понимать, что они находятся в рынке. И просто по желанию, возьмите, поставьте наши яйца или наши куры. Понимаешь, что вот так вот в сетях под любым названием так не пойдет. То есть ориентироваться на рынок и на цену, которая на рынке сложилась. А вот цена во всех магазинах разная. Если средняя стоимость куриного яйца на выходе составляет до 40 рублей, то в некоторых торговых сетях она почти в два раза выше. Накрутка от магазина порядка 30 рублей. Поэтому и получается, что десяток яиц стоит более 70 рублей. Конечно, никакая экономика здесь не потянет. И мы не сможем наших сегодня производителей заставить опуститься еще ниже, потому что они и так имеют большую счету по ним. В два раза практически она на рынке будет дороже, чем они предлагают сегодня в сети. Мы готовы к диалогу, готовы к сотрудничеству, готовы рассмотреть все предложения. Больше 70% овощей и фруктов, выращенных на Кубани, увозят в другие регионы. На собственных же прилавках остается лишь 30. Но у кубанского фермера должна быть возможность продавать свою продукцию в родном крае, считает Вениамин Кондратьев. Однако им не всегда удается пробиться на прилавки сетевых магазинов. И в этом случае необходимо наладить работу между производителями и реализаторами. Серхоз товаропроизводителей Кубани. Сегодня они стараются, они производят, они пытаются подтянуть. И маркетинг пытается. Но мы можем обрушить все на корню. Если все равно не дадим даже на этом этапе им возможности зайти на торговые полки наших торговых сетей. Кроме того, как через вас реализацию мы не выстроим. А конечно, мы создаем вам условия для того, чтобы вы развивались, строились, расширялись. Но если мы вам создаем условия торговым сетям становиться сильнее и сильнее, разветвленнее и разветвленнее, тогда вы помогите и нам в этом случае, и создайте условия нашим кубанским производителям, чтобы через ваши сети они могли реализовывать собственную продукцию, кубанскую продукцию, которая здесь произведена. Вот и все. У нас взаимный интерес. Вопрос только в том, что это на самом деле общая экономика. Давайте ее вместе делать. О взаимном интересе речь продолжили уже в краевой администрации. За одним столом Вениамин Кондратьев собрал тех, кто производит продукты, и тех, кто их продает. Первые с уверенностью заявили, что готовы наращивать мощности, но с условием гарантированного сбыта. В свою очередь представители торговых сетей объясняют, реализовывать кубанские продукты не отказываются. Вот только если поставщиков молочной продукции сегодня хватает, то, например, местные томаты или зелень аграрии выращивают неохотно. Вся основная проблема упирается в том, по моим ощущениям, что у нас несбалансированные отрасли. Что это значит? Нету помидор, нету огурца того же, потому что мы не закрываем. Нету, например, зеленых вот этих петрушки, все короче, в промышленных масштабах. А других продуктов у нас перепроизводство. И там мы еще можем сейчас еще одного фермера поставить с молоком, он его сделает и потом скажут, вот бедный фермер, куда им одевать молоко? Но люди не пьют столько молока. Поэтому очень важно внимательно смотреть и датировать те отрасли нам, как мне кажется, где мы можем еще прирасти. Мы абсолютно здесь согласен. Давайте делать господдержку, датировать, как вы говорите, тех, те отрасли, которые сегодня должны еще больше добра, для того, чтобы максимально емкость рынка заполнить, которая существует. Мы готовы датировать при условии, если будет гарантия того, что то, что произведут за счет наших дотаций, государственных дотаций, будет реализовано через... Поддерживать местных фермеров глава региона призывает не только ритейлеров. Чтобы увеличить масштабы производства местных продуктов, наладить взаимодействие важно между самими аграриями еще на этапе переработки. Так, например, широкий ассортимент колбасных изделий на прилавке магазинов поставляет один из сочинских мясокомбинатов. Вениамин Кондратьев задает справедливый вопрос, а из чего сделана их продукция? – Сырье где берете для своей колбасы-то? – Мы работаем и с местными производителями. – А с местными какими, если на память? – Я, к сожалению, директор по продажам, я с такими не занимаюсь, мне сложно ответить, но у нас в структуре потребления есть и локальные производители. – Ну, коллеги, у нас тоже сегодня вопрос, и вот к производителям местных изделий, что давайте так же поддерживать друг друга. Поэтому, когда вы будете работать тоже там с мясом из запретилов нашего края, ну, нам, поверьте, по-человечески нет никакого интереса поддерживать тех производителей местных изделий, если они нас не поддерживают. Мы аграрный край. У нас сегодня 4 миллиона человек из 5,5 живет в стельской местности. Вот мне сегодня надо сделать так, чтобы и маленькие, и большие развивались. Вот что мне с ним нужно. Чтобы вся выращенная и произведенная на Кубани продукция уходила на полки своих же магазинов, нужна слаженная работа всех сторон, уверен Вениамин Кондратьев. Пока же каждый больше заинтересован в собственной выгоде. С таким подходом об экономическом развитии не может быть и речи, говорит губернатор края. Дайте мне четко сегодня причину, почему идет вот такое разобщение. Почему нет общей экономики у сельхозтоваропроизводителей и торговых сетей. Почему? Почему каждый делает собственную экономику, каждый делает свою экономику. Почему общая не получается? Потому что на разных берегах нет, у нас берег один. Мы сегодня должны обеспечить социальную, экономическую, стабильность. У нас селяне – это приоритет. А значит, у них должна работать и их экономика, и их производство. Маленькие, большие, для меня нет разницы, какие они. Но они должны работать, а значит, должен быть сбыт. И сбыт, в первую очередь, на внутреннем региональном рынке. Агрессивнее должна быть политика, агрессивней по всем направлениям. Иначе мы экономику никогда не сделаем. Подавляющая часть продуктовой корзины должна быть местного производства, настаивает Вениамин Кондратьев. Ведь прежде всего качественное питание – это залог здоровья будущего поколения. Больше местных товаров на прилавках магазинов должно стать уже к 2018 году. К этому сроку Вениамин Кондратьев поручил увеличить долю кубанской продукции в сетевых магазинах как минимум до 60%. Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В Сочи сохраняется особый режим пожароопасности. Как минимум, до начала октября об этом заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Краснодарского края. Оно прошло в режиме видеоконференции для всех муниципалитетов. Если в крае класс пожарной опасности 4 и 5 – это высокие и даже чрезвычайные, то в Сочи третья. Несмотря на то, что температура воздуха понизилась на несколько градусов, расслабляться еще рано, считают местные власти. Накануне сотрудники МЧС совместно с представителями администрации совершили вертолетный облет. Осмотрели город и окрестности с воздуха. Такая инспекция позволила определить потенциально опасные очаги возгорания. У нас много лесов. Все практически сельские округа, поселковый округ Краснополянский, находятся в окружении лесов национального парка. Много у нас растительности. И в любой момент может это заполыхать. Власти Сочи просят и местных жителей, и гостей курорта воздержаться от разжигания на природе костров и не бросать окурки в сухую траву. Эти элементарные правила пожарной безопасности помогут курорту обойтись без чрезвычайных происшествий. Несколько десятков адлерских домов подключены к газоснабжению, но пользоваться голубым топливом, как выяснилось, получается далеко не у всех. О том, что мешает сочинцам ощутить на себе все блага цивилизации, говорили на встрече жителей района с главой города и представителями горгаза. Главная долгожданная новость. 29 пунктов адлерского района получили газ, невзирая на проблемы, которые еще недавно оказались просто неразрешимыми. Да, были проблемы. Они были связаны с тем, что заказчик не мог сдать техническую документацию. Не мог сдать заказчик, это департамент ТЭК Краснодарского края, исключительно по той самой причине, что исполнитель работы, он к тому времени сам развалился. Неимоверными усилиями мы, администрация города, взяли на себя эти функции и трубы все эти с газом у вас. Для того, чтобы голубое топливо зашло в дома, адлерцам необходимо получить техусловия. Делается это бесплатно. Задача самих жителей – лишь предоставить ряд документов. Копия правоостанавливающих документов на земельный участок, на котором будет располагаться или располагается объект капитального строительства. Ситуационный план к этому участку и расчет максимального часового расхода. Расход максимального часового расхода мы можем сделать за две минуты в горгазе. Все вопросы, которые возникают у жителей Адлерского района по поводу подключения к газу, они могут адресовать в Сочи Горгаз или администрацию города. В Сочи на ремонт 32 дорог будет направлено 235 миллионов рублей. В том числе из них 210 миллионов выделено из бюджета Краснодарского края по просьбе власти и курорта. Какие улицы обновятся в первую очередь и какие изменения ждут сочинских автовладельцев? Расскажем далее. Житель Верхней Николаевки Акоповедян, подобно гиду, рассказывает о сельской дороге прошлого века. Неоднократно здесь проваливались машины, то есть уходили в кувет. Эта дорога ремонтировалась 30 лет назад при коммунистах. Его сосед высказывает надежду на ремонт дорожного полотна хотя бы в ближайшие десятилетия. Вот таких вот мест у нас десятками ездить на машинах уже невозможно. Как говорится, будем надеяться, что в течение 30 лет все-таки загонят сюда технику и сделают наконец-то нам дорогу. Но ждать десятилетия жителям села не придется. Уже через пару дней здесь должна появиться долгожданная техника, а к концу ноября на улице Мостовой завершится ямочный ремонт. Об этом шла речь на комиссии по безопасности дорожного движения. В Сочи на ремонт 32 дорог будет направлено 235 миллионов рублей. В том числе из них 210 миллионов рублей выделены из бюджета Краснодарского края. Здесь предусмотрены и краевые средства, и муниципальные средства. Деньги до сих пор не выделены. Какая работа проводится здесь? Субсидии до нас дойдут в ближайшие дни. Буквально сегодня губернатор должен подписать постановление, и мы сразу, у нас документация вся готова, мы выставляемся на открытый аукцион. У нас запланирован ремонт 32 объектов в городе Сочи, можно сказать, улиц протяженностью 33,5 километра. Это 10 объектов в Хостинском районе, 4 объекта в Центральном районе, 8 объектов в Адверском районе и 10 объектов в Лазаревском районе. Надо, чтобы люди понимали, о каких объектах идет речь. Что это улицы города, нужно, если их 32, то надо, чтобы жители знали, какие улицы будут ремонтироваться, по каким улицам планируется в следующем году. На улице Малогвардейской ремонт дорожного полотна уже в разгаре. Ведутся работы на участке протяженностью 800 метров. Задействованы 15 дорожных рабочих и спецтехника. В настоящий момент проводится срезка фрезой старого асфальта, устранение протечек, потому что этот район в основном застройки частного сектора. Работает техника, экскаваторы, катки. Асфальт ориентировочно будут ложить в пятницу. Работы на Малогвардейской будут завершены в четверг вечером. Для первоочередного ремонта выбираются наиболее проблемные улицы, учитывается обращение граждан. Но в итоге в график войдут все нуждающиеся в ремонте улицы. Накануне депутаты городского собрания Сочи выделили из муниципального бюджета еще 25 миллионов рублей, которые будут направлены на восстановление и ямочный ремонт 10 дорог местного значения. Ознакомиться со списком, в котором указаны дороги, вошедшие в график ремонта, можно на сайте городской администрации. В Сочи стартовал обучающий семинар для представителей туристской сферы. Площадкой для проведения встречи специалистов курортной отрасли из разных регионов страны и зарубежья стал Сочинский государственный университет. Методологический семинар по европейским рамкам квалификации для сферы туризма проходит в рамках грантового проекта Евросоюза. Лучшие специалисты этой отрасли из России, Киргизии, Латвии, Германии, Великобритании и Кипра обсудят возможность совершенствования качества образования в туризме и гостиничной сфере, повышения конкурентоспособности выпускников университетов и подготовку специалистов, которые будут развивать эту отрасль. Мы работаем уже давно по баллонскому процессу. У нас действительно большие наработки. Мы работаем тесно с вузами Европы, как старыми, так и новыми. И очень многое, что у нас получилось за последнее время, какие произошли изменения, какие новые интересные идеи, мы обычно всегда готовы делиться этим с нашими коллегами, с нашими партнерами, не только по проекту. У нас несколько проектов Размус Плюс только выиграно за последние два года. Сочинский государственный университет выбран площадкой для проведения семинара не случайно, ведь именно здесь велась подготовка и переобучение персонала, работающего в контактной зоне во время Олимпийских игр. Кроме того, именно этот сочинский вуз выпустил тысячную армию волонтеров, за что и был отмечен медалью почетной грамотой от имени президента страны. Сейчас Сочинский государственный университет готовит волонтеров и специалистов туриндустрии к чемпионату мира по футболу. Поэтому новые опыты, знания, полученные от зарубежных коллег, крайне необходимы. Цель проекта – это создание условий неких рамок гармонизации профессиональных стандартов в области гостеприимства, стандартов, разработанных в Евросоюзе, и стандартов, которые разрабатываются и действуют на территории Восточной Европы, Российской Федерации, в Кыргызстане. Эксперты в области международной туристской индустрии пробудут в Сочи два дня. Помимо деловой части семинара, для них подготовлена и экскурсионная программа по олимпийским и горнолыжным объектам, а также по ряду санаторных средств размещения. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». За лето горячая линия управления здравоохранения Сочи помогла более чем двум тысячам сочинцам и гостям курорта. Горячая линия создавалась с целью информирования населения по любым вопросам в сфере здравоохранения и максимально возможной помощи. Специально обученные операторы быстро и качественно отвечали на вызовы. Кроме этого, на центральной подстанции Сочинская скорая был организован колл-центр. Горожане и гости курорта могут задать любой вопрос и получить профессиональную медицинскую консультацию. В работе колл-центра задействованы врачи с большим опытом работы. Летом на станцию скорой помощи поступало до 4,5 тысяч звонков в сутки. Телефон колл-центра скорой помощи и горячая линия управления здравоохранения вы видите на экране. Сочинский симфонический оркестр готовится к новому сезону. Он откроется 16 сентября концертом, где прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича. В зале органа и камерной музыки всю осень можно будет услышать и композиции других композиторов разных эпох, в том числе и современных музыкантов. В репертуаре сезона множество премьер. Первый концерт осеннего сезона приурочен к 110-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении сочинского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Олега Солдатова прозвучит второй концерт для фортепиано. Солирует Сурен Вартанян. Слушатели также смогут насладиться балетной и киномузыкой. Это фрагменты из кинолент 1955 года «Овод» и «Гамлета», вышедшего на экраны в 1964-м. Тема года. Кино будет активно использоваться и в других концертах. В октябре в конце намереваюсь представить суду публики концерт из таких самых популярных мелодий советского экрана, которые на слуху у всех. В сезоне также прозвучат традиционные баховские концерты. 7 октября состоится галоконцерт Моцарта с участием солистки Людмилы Вилинской и Дениса Громова. В ноябре состоится концерт современного московского композитора, на счету которого уже несколько мировых пример. Исполнительская палитра сочинского симфонического оркестра пополнится и оперой на сцене театра с декорациями и мизансценами. Оперный фестиваль имени Галины Вишневской на сцене Зимнего театра пройдет 22 сентября. Сочинская теннисистка вернулась домой олимпийскую чемпионку игр в Рио. Елену Веснину сегодня торжественно встречали в аэропорту родственники, друзья, воспитанники теннисных школ города и журналисты. Мы приветствуем олимпийскую чемпионку летних олимпийских фестиваль в Рио-де-Жанейро Елену Веснину! Олимпийскую чемпионку Елену Веснину встречали с песнями, флагами, плакатами и, конечно же, цветами родные, друзья и воспитанники теннисных школ города. Конечно, самые лучшие чувства сейчас, самые приятные, потому что прилетела домой и меня встречает весь город практически. Конечно же, это очень приятно. Я благодарю всех, кто нашел минуту своего времени и нарисовали плакаты с шариками, детьми, все такие счастливые и мне очень приятно на это смотреть. Олимпиада в Бразилии оставила печальный след у российских спортсменов. Поездка в Рио для Елены Весниной началась грустно. Ей пришлось просидеть шесть часов в аэропорту Монреали из-за отсутствия билетов. Но благодаря помощи друзей она все же добралась до Бразилии и удачно выступила на Олимпийских летних играх. Теннисистку постоянно поддерживал отец и тренер Сергей Веснин. Организация была не на самом высоком уровне, не более по сравнению с Сочинской Олимпиадой. Было очень много проблем с транспортами, с питанием, с тренировками. Но для русских людей говорят, чем нам тяжелее, тем лучше, мы сильнее. Поэтому девочки справились. Сочинской теннисистке удалось взять золотую медаль в парном разряде. Вместе с Екатериной Макаровой Веснина сражалась в финале против Мартины Хингис и Тиме Бачинске. Тасьянки обыграли швейцарок со счетом 6-4-6-4. Более чем полуторачасовой матч стал триумфальным в истории тенниса нашей страны. Лена, дорогая, мы все надеялись, мы все ждали, что эта победа придет. Мы знаем, сколько ты сил потратила на то, чтобы дойти до этой вершины. Это наш общий сочинский успех, потому что Сочи – лучший город на земле. Это теннисная столица России. Ура! Это первый подобный успех с 2000 года. Тогда, напомню, на Олимпиаде в Сиднее олимпийским чемпионом в одиночном разряде стал сочинец Евгений Кафельников. Игровой сезон у сочинской теннисистки продолжается. Объяснено, ждет серия турниров Китая, Кубок Кремля и итоговый чемпионат в Сингапуре. Татьяна Говоркова, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Выставочное объединение «Мир камня» вновь в Сочи. В Художественном музее города начала свою работу выставка-ярмарка «Блеск самоцветов». На ней представлены авторские работы ювелиров. Для Сочи «Блеск самоцветов» выставка традиционная. Ее организаторы стараются привозить эксклюзивные ювелирные украшения как минимум два раза в год. На этот раз петербуржцы не были в Сочи девять месяцев, поэтому уже в первые часы работы выставки посетителей много. Выставка не очень большая, но я бы сказала очень представительная, потому что в большом ассортименте авторские ювелирные украшения и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, и Краснодарский край, Таганрог. Потом есть коллекционные образцы, есть немного бижутерии, есть и подарочная сувенирная продукция, есть антикварные работы. В первую очередь, конечно, спрос на натуральные камни. Экзотические, известные своими лечебными свойствами родонит, еще называют камнем утренней росы. По соседству бирюза, сердолик, жемчуг и небесный лазурит. Привлекает внимание пейзажный агат из Мексики, актуальный именно для начала осени. Его нарядности тонкие, цветочные переходы для истинных ценителей минералов. Ну а гериадор с бриллиантами в золоте, солнечный камень или дар солнца для состоятельных посетителей выставки – это разновидность золотистого берила. Впечатлительные валынские тапасы, черная звезда, редкие авторские работы. Любой камень здесь на выставке можно отдать на экспресс-диагностику, экспертизу. Камни встречаются и в коже винтажный стиль. Вот в данном случае вот этот вот кабошончик, он приехал к нам из Заира, из Африки. Только там сейчас малахит добывают. Безусловно, посетителей выставки привлечет стенд антикварных вещей. Старинная брошь, сделанная она из серебра. Делал ее ювелир Джозеф. Это ювелир 20-30-х годов. Он надевал Морлин Монро, Морлин Дитрих. То есть такие редкие вещи, на самом деле очень ценные в наше время. Приятным дополнением к ценным покупкам могут стать вот эти питерские кошки. Тоже авторские работы. А чтобы в кошельке всегда было содержимое, можно приобрести вот таких денежных талисманов, мышек, традиционно считавшихся оберегом финансового благополучия. Выставка-ярмарк открылась в художественном музее города и будет работать до 18 сентября включительно. Елена Всецына, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. А всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...